МАКСИМ БОЖЕНКО Представлюсь, меня зовут Максим Боженко, я не захватил, собственно, этот теган. Я из компании Хайстекс, наша компания занимается разработкой дизастер-рековер-решения. В данный момент мы ориентируемся на то, чтобы в качестве дизастер-рековер-облака использовать именно OpenStack. Это по многим причинам было принято такое решение. Во-первых, это бесплатно, во-вторых, OpenStack позволяет очень-очень глубоко интегрироваться с ним и делать некоторые вещи, которые, по крайней мере, очень сложно сделать в фабрик-облаках, либо в других проектах. А когда времени вообще не надо? Ну, во-первых, я немножко расскажу, что такое дизастер-рековер-и. То есть, по оборудованию, дизастер-рековер-и – это процесс репликации инфраструктуры бизнес-приложений клиента по определенному расписанию. Для чего? Для того, чтобы, если что-то случилось, то чтобы с минимальным простоем можно было продолжить работу в бизнес-приложении, а значит, и работу всего бизнеса. И в дизастер-рековере есть два самых главных показателя – это RPO и RTO, такая волшебная двойка, директивный срок восстановления и директивное время восстановления. Соответственно, если перейти на более простой язык, то RPO – это время между репликациями. Если формальное определение, то это то количество данных, которое готов потерять пользователя в случае какого-то дизастера, переподнятия. Но есть совсем просто – это время между репликациями. И директивное время восстановления или RPO – это время, которое, это такое тоже очень комплексное понятие, если говорить совсем в общем, то это время от извещения о лобами до того, как восстановленное приложение начнет работать и вступит на замену упавшему бизнес-приложению. Но обычно RPO рассматривают, когда оценивают какие-то дизастер-рековер-решения, RPO рассматривают это как время поднятия одной конкретной машины в этом бизнес-приложении. То есть мы сужаемся до такого понятия. Вообще, почему дизастер-рековер-рековер настолько важен? В процессе эксплуатации систем возникает много причин, по которым эти системы и бизнес-приложения выходят из строя. Конечно, у всех на слуху причины естественного происхождения, внезапные стихийные бедствия, отлучения электричества. Но по статистике, к сожалению, чаще всего 85% случаев – это банальные человеческие ошибки, которые приводят к очень-очень неприятным последствиям для компаний, для пользователей. Тем более, учитывая то, что, опять же, по статистике, 59% компаний не имеют никакого дизастер-рековер-рековер-плана вообще. То есть если что-то случится и у них высечется все, то они ничего не смогут сделать, чтобы планомерно восстановить работу. Потери от простой, в случае дизастера, весьма-весьма большие. И вот здесь, по мировой статистике, опять же, человеческие ошибки – это очень-очень существенная часть того, почему дизастер происходит. Из не совсем давнишних примеров, все помнят, 1 февраля в GitLab админ взял и удалил огромный кусок продакшен баз данных, что привело просто к аутаджу сервиса на несколько дней и спасло GitLab фактически их репутацию. Только то, что они вели все расследование, все исправление в открытом режиме. То есть доверие к ним, если упало, то ненавного. Ну и из более близких по времени к нам аутаджи, совсем недавно Rich Airlines, по-моему, у них тоже был перебой с электричеством в дата-центре. Поговорим, что там тоже человек был замешан. Это им стоило порядка 150 миллионов фунтов из-за того, что это вызвало огромные проблемы в вылете и прилете самолетов. Так как тема бизнес-континьюативный дизастер-рекавори не нова, над ней задумывались все и всегда, есть множество подходов к тому, чтобы предотвратить или уменьшить последствия дизастеров. Это и упоминающиеся хай-веллабилити, это всяческие ренадности данных инфраструктуры, это бэкапы традиционные, ну и, соответственно, используемые для решений. Но у каждого из этих подходов есть свои слабые места. В частности, для хай-веллабилити вам очень сильно нужно больше мощности, чем просто одиночные ноды. Если мы говорим про бэкапы, там есть проблемы с консистентностью всего бизнес-приложения. Также для бэкапов на традиционные носители очень высокие значения от пиво и от тело, что зачастую неприемлемо. И также, если мы говорим в частности про хай-веллабилити и реданданси, то они, например, не защищают от повреждений на логическом уровне. То есть, если к вам залезет шифровальщик, вас хай-веллабилити не спасет, просто потому, что это реализируется много раз, и вы данные не восстанавливаете. Само решение в нем есть несколько процессов, которые происходят. Это процесс репликации, процесс хранения данных, планирование, что мы будем делать в случае наступления дизастера. Собственно говоря, сам фейлор, когда происходит дизастер, и мы поднимаем копию инфраструктуры на дизастер-рековере сайте. И процесс возврата от продакшн. Я буду говорить все, что далее. Я буду говорить о том, как мы это понимаем в нашей компании, о том, как мы это реализуем в рамках нашего решения. Вот здесь оно написано, по-моему, называется «Аккурат». Реплицируем мы машины разными подходами. То есть, реапликация бывает внешне и внутренне. Это зависит от того, какой агент применяется для реапликации, восстанавливаемый внутрь операционной системы, либо он лежит где-то снаружи этой машины. Это очень применимо в случае, когда машина виртуальная, мы можем поставить на гипервизор и средствами гипервизора обеспечивать аппликацию. Для хранения в нашем рамках решений мы храним все данные побочно в дизайплицированном хранилище. Планирование, написание плана. Я чуть подальше покажу его немножко. Фейлоган. Тут дальше фейлоган. Поднятие бизнес-приложений. И как миграция обратная, я тоже покажу далее. Про репликацию. Как я говорил, что мы разделяем на внутренние и внешние агенты. Также мы разделяем тип репликации на volume-based и disk-based. Например, для агента под Windows он является внутренним агентом, то есть он устанавливается прямо внутрь Windows и он реплицирует на уровне volume. Применяется он для физических машин, для OpenStack, для машин, которые подняты виртуозом. Там во всю используется очень неплохая технология от Microsoft под названием Volume Shadow Service. То есть мы делаем VSS-напшоты и потом их реплицируем. Почему volume-based? Потому что VSS, очевидно, работает с volume-ами, а не с дисками. То есть она работает с разделами по отдельности, но никак не с целиком с дисками. И также для обеспечения хорошего значения APIO мы используем, собственно, разработку VSS Data Trigger, который позволяет нам взять изменившиеся блоки между двумя снапшотами за миллисекунды, вместо того, чтобы читать побочные оба снапшота и сравнивать их. Для Linux тоже есть Interimum Agent, но он на уровне дисков работает. В Linux нет такой штуки, как VSS, поэтому пришлось перезабвести такую штуку. В общем, мы сделали драйвер, который находится между диском и программами, которые его используют, и записывают все изменения в VSS-подобные снапшоты. То есть там примерно такой же подход, как Rintex. И в случае BISPHERE или SXI мы используем внешнюю репликацию на уровне дисков, то есть агент представляет для себя виртуальную машину, которая лежит на том же самом VSSI или VSSPHERE. Он обращается к бем-варным API, там есть тоже неплохая штука, которая позволяет сделать снапшот машины и получить разницу между двумя снапшотами машины сразу. То есть не надо будет, опять же, сначала до конца их сравнить. И теперь ближе к OpenStack. То есть мы в этой качестве дизастер-рекаблира облака, телевого облака дизастер-рекаблира используем OpenStack. Используем мы следующие проекты из OpenStack. То есть на стороне дизастер-рекаблира сайта должны быть установлены SINDER, NOVA, NITRON, KISTON, то есть все самые стандартные компоненты. Насчет хита, он здесь присутствует, но мы не требуем установленного хита на стороне OpenStack, просто потому что мы его включили в состав нашего продукта. Мы это можем сделать. Спасибо OpenSource. И теперь по компонентам. Погадусь, как мы их используем. Мы используем SINDER для того, чтобы очевидно сделать SINDER-волюмы, с которыми будут грузиться машины. То есть когда подан сигнал на поднятие машины, изначально создаются SINDER-волюмы, которые представляют из себя диски, которые в исходной машине были. При этом нам необходимо провести несколько действий для того, чтобы воссоздать исходные конфигурации. В частности, это особенно важно для Volume-based Repic, то есть если мы реплицируем Windows на уровне Volume, но и томов, разделов, то при поднятии SINDER-волюмов, очевидно, должны восстановить еще не только сами волюмы, но еще разметку, как они лежали на дизических дисках. То есть там мы должны позаботиться про загрузчик, мы должны MBR-ку нормальный сделать, либо GPT-с, в общем, все эти вещи там восстановить. Сами SINDER-волюмов, они опираются на iCase-Target, который предоставляет один из сервисов нашего решения. Вот он здесь находится, то есть и когда то есть машина фактически грузится с этого iCase-Target. Тут такая вещь, что, к сожалению, такой простейший, такого самого-самого базового драйвера, на наш взгляд, для SINDER, который принимает на вход просто вот там iCase-Target и сделает из него SINDER-волюн, такого нет в составе OpenStack'а. Есть очень-очень простые драйвера, там, для EVM-а, но для просто идти туда, возьми этот iCase-Target и используя его, такого не было, поэтому мы его там написали, и его необходимо устанавливать на D-R-Site. Сам же iCase-Служба тоже представляет для себя такую непростую вещь. Здесь основной смысл ее в том, что она использует два storage для своей работы. Вот здесь object storage – это достаточно медленный дезаплицированный storage, который складывается со всей эпики всех машин. То есть именно в нем лежат отдельные блоки, которые представляют для себя точки восстановления машин. Он, очевидно, из-за дезапликации весьма-весьма, может быть, медленным. И для того, чтобы проблему ускорить работу машин после их поднятия, но и, во-вторых, для того, чтобы мы в процессе работы поднятия машин не случайно не испортили данные бэкапов, происходит следующая штука, что читаются данные из объектного хранилища, в котором хранятся побочные дельты, пишутся данные от pilot storage, по которым представляет из себя, наверное, 7D volume на торговом стеке. Он не дезаплицированный, это совершенно обновенное блочное устройство, то есть он работает намного быстрее и в дальнейшем может быть использован для того, чтобы сделать фрилбэк машины обратно в продакшн, то есть чтобы избавиться от нашей службы. Как используем нейтрон? Нейтрон используется совершенно стандартно. Создаем сети, назначаем портам IPшники, маки, здесь даже особо и сказать ничего нечего, но разве что, кроме восстановления исходных подсетей, мы используем еще одну сеть для того, чтобы сделать служебную машину, которая будет служить гейтвэем в этот disaster recovery сайт. То есть после того, как мы подняли disaster recovery сайт, необходимо еще как-то дать доступ пользователю к нему, например, для того, чтобы переключить DNS-ки и передаправить весь трафик на установленный сайт вместо исходного павшу. Как используем ногу, загружаемся с созданных синдр томов, и здесь для использования нового, в частности, КВМ, опять же, активируемся на КВМ, нам необходимо проводить процесс V2V преобразования, в общем-то, вирчуал. Мы должны обеспечить, чтобы машины, например, с вембария заработали в КВМ. То есть это тоже комплексный процесс. Как и говорил, для начала нужно довольно базид реплик, восстановить исходную разметку. Необходимо для загрузчика, у EFI-загрузчиков Windows тоже необходима магия, для того, чтобы он загрузился в КВМ, потому что, кстати, у EFI-загрузчик очень хорошо работает. Для Windows будет, опять же, необходима установка V2V драйверов, причем для ускорения процесса приходится это делать на офлайн-машине еще до ее включения. То есть необходимо подмаунтить все диски, открыть все реестры, в нужные места, подменить все драйвера. И необходимо также обеспечить, чтобы сетевые настройки остались теми же самыми, особенно, опять же, это важно в Windows, потому что там сетевые настройки довольно глубоко залиты в реестре, и в любое неверное движение у тебя появится совершенно новый сетевой адаптер, который не будет помнить, что он там был ДХЦП, но он со статическими ДНС-ками. То есть вот такие вещи тоже необходимо учитывать. Так, по поводу хитов. Довольно очевидно, что хит – это хорошая штука для того, чтобы писать дизастры гавер-планы, просто потому что это язык описания того, как нужно поднять то или иное бизнес-приложение. И в процессе выбора подходов к регистрации и поднятию дизастры сайта, разумеется, мы остались на нем, но нас напугала очень сильно его сложность. В первую очередь, сложность для пользователей, не для нас. Поэтому поверх хита пользователь создает ДР-план не как хит-темплей, а он создает его на упрощенном языке разметки, довольно похожем по структуре на хит, но легче для восприятия. Также для того, чтобы отвязаться от постоянных изменений в хите, мы приняли решение включить хит в состав проекта, то есть мы его формули, он является одной из наших служб, и также мы немножко его расширяем, для того, чтобы обеспечить внутренний, сделать некие внутренние вещи, в частности, из того, что мы недавно расширили в хите, то есть там была проблема, когда мы поднимаем сети, нам необходимо поднять несколько машин, и есть вероятность, что хит не отработает, из-за того, что при создании сети создается порт для ДРЦП, который занимает IP-шник одной из поднимаемых машин, и дальше все хелится. Поэтому там на помощь пришел кастомный хит ресурс, который эту ситуацию обрабатывает и исправляет. Так, ну здесь пример, не особо, наверное, хорошо видно, но здесь просто пример сравнения нашего дизастреля-кавер-реклана и то, что получается в хите, то есть если слева там можно как-то прочитать и осознать, да и вообще довольно просто, то справа с гигантскими там наслоениями, особенно, вот здесь это же нет, не особо хорошо видно при создании вориума, target-пасты, это очень длинная строка, где она скоро находится исказина, то есть сам пользователь это бы поправить не мог или написать это бы не смог. Так, ну и в целом, в решении мы написаны в тонусе класс-класс, любим растопии, докер-контейнеры, в общем, много разных слов про это. Вот, поддерживаем OpenStack, где застрелили кавер-рекласс сайт, начиная с версии регерти, а последний начнем тесте для акката. В целом так. Вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!